А в Киеве адвокат Оксана Соколовская, которая представляла интересы помилованного на Украине россиянина Евгения Ерофеева, сегодня подала в суд на президента и главного военного прокурора страны за клевету. Порошенко публично обвинил юриста в том, что она каким-то образом затягивала освобождение, отбывавшей наказание в России Надежды Савченко, возвращенной в Киев в тот же день, что и Ерофеев в Москву. В свою очередь прокурор Матиос заявил, будто Соколовская действовала в контакте с российскими спецслужбами. Пока суд доделал в связях с ФСБ, киевские политики подозревают уже саму Савченко. Репортаж Юлии Ольховской. Вряд ли кто-то предполагал, что уже через пару недель после возвращения на родину, Надежда Савченко из национального героя превратится в агента ФСБ. В связях с российскими спецслужбами ее заподозрили аккурат после того, как в интервью местному радио она заявила, что готова вести переговоры с главами республик Донбасса. Теперь ее цитируют все украинские информационные ресурсы, а секретарь МВД Шевченко в фейсбуке приводит слова, как он сам утверждает, одного из украинских разведчиков. Два года в застенках российских тюрем. При нынешнем уровне развития фармакологии и технологий российских спецслужб арсенал воздействия на сознание узника практически не ограничен. И никаких проверок сразу с самолета не на допросы и полиграф, а в сессионный зал парламента. Не удивлюсь, если она в другой раз уже не испандер, а реальную гранату в Верховную Раду принесет. В Киеве еще со времен Майдана уверена, что Украина буквально заполнена российскими шпионами. Теперь к ним причисляют и Савченко. В президентском блоке уже требуют реакции от Батьковщины. Ведь это Юлия Тимошенко сделала надежду депутатам. Партия Батьковщины должна сделать серьезное заявление или опровержение. Это очень серьезная политическая ошибка, потому что таким образом мы признаем, что в стране есть внутренний конфликт, гражданская война, а не внешняя агрессия со стороны России. Таким поворотом событий, похоже, удивлен и Запад. Украинский журналист Сергей Руденко объясняет в комментарии немецкому Deutsche Welle, почему Савченко так быстро превратилась из всенародной любимицы в агента Кремля. Украинцы могут простить Надежде многое, но только не их разочарование в ней. После возвращения в Украину от Савченко ждали чего угодно, но только не предложений о переговорах с сепаратистами. Пока депутаты думают, как объяснить Надежде, что можно говорить, а что нельзя, опасаться ее непредсказуемости, кажется, начинает и сам Петр Порошенко. Очередная беседа Савченко с главой Украины на этот раз была закрытой для прессы. Позже Надежда рассказала, Порошенко немного ее поучил и объяснил, что договариваться с ДНР и ЛНР лично он не намерен. Упреки в свой адрес тоже прокомментировала. В том числе, видимо, сидеть босиком в парламентском кресле. Этому уже никто не удивляется, как и постоянно проскальзывающим в общении с журналистами нецензурным словам. В украинской прессе отмечают небывалую для истощенного после тюрьмы человека активность Надежды. Она уже съездила в зону АТО, пообщалась с украинскими военными, посидела в вертолете, нафотографировалась. Редкая газета или журнал в Киеве сегодня обходится без описания очередного дня из жизни Савченко. Клинический случай или украинская Жанна Д'Арк. Эволюция образа в заголовках. То, что они назвали украинской Жанной Д'Арк, очень символично. А Жанна Д'Арк, какова ее история была? Сначала ее сделали святой, сначала ее использовали. Когда она стала не нужна, когда она стала мешать, ее объявили ведьмой и сожгли. Поэтому, говоря о Савченко как Жанне Д'Арк, они, возможно, в пародийной манере, по украинским лекалам, уготовят ее примерно такую же судьбу. Уже есть определенное насыщение. Еще пройдет пару недель или месяц, и люди начнут ставить вопрос, а что же Савченко сделала реально, кроме каких-то заявлений. На самом деле, эту стадию у нас уже пережили очень многие политики. Саакашвили, Садовой, Яценюк, Ярош. Люди в Украине очень быстро зачаровывались и разочаровывались. Кто пока еще не успел разочароваться в Савченко, так это участники гей-парада. Ее и еще нескольких депутатов Верховной Рады, организаторы марша, пригласили присоединиться к колонне защитников сексуальных меньшинств, которая пройдет по Киевским улицам в это воскресенье. Юлия Ольховская, Григорий Емельянов и Мария Лепченко, Первый канал, Киев.